Уважаемые господа, народные представители, ваше превосходительство, дамы и господа, приветствуем вас на торжественной церемонии открытия нового воинского монумента братской могилы советских солдат, погибших на территории Болгарии во время освобождения страны от фашизма. Приглашаю для торжественного слова временного поверенного в дела России в Болгарии Михаила Анатольевича Бариловича. Господа, я уехал сюда и написал несколько строк. Если позволите, я постараюсь вычистоять эти... ...инкровизированные в интернете. Сегодня в России День памяти истории. 22 июня, ровно 75 лет назад, минерские фашистские войска, без объявления о войне, совершили горомонное нападение на Советский Союз. Это одна из самых трагических дат в истории России, нашего народа, народа бывшего СССР. Сегодня День памяти истории. Сегодня мы стартим, вспоминаем о тех 27 миллионах, которые положили свои головы на коляк сражений, погибли от голода и решений КИУ в Бакаде, были замучены фашистские гостянки, и уничтожены в конкурировании. Символично, что именно сегодня, в этом деле, мы присутствуем на церемонии торжественного открытия еще одного воинства, мемориала на территории Болгарии. Это братская могила 14 советских солдат, умерших от ранений, а также в результате оперативного стечения обстоятельств при исполнении воинства и долга в 1944-1945 годах. Покующиеся здесь бойцы отдали жизни за свободу и независимость Болгарии и Европы. Это не безликие воины. Посольство России поддерживает связи с потомками погибших, информирует о подпринимаемых усилиях по сохранению их сверху и памяти. Что не забыто, никто не забыл. Вечная слава героям, вечная витальность. К сожалению, я пока еще не владею болгарским языком до достаточно степени, но обещаю, что во время своего пребывания в Болгарии все-таки постараюсь обладеть этим прекрасным языком. Но если позволите, на болгарском языке еще один раз, дорогие друзья. Искренне благодарим на руководство-то и представители общей НАТО, администрации-то на дробище-то и неравнодушные граждане. Благодарение на КОИТО, внешних и памятных судителей это стануло возможно. Благодаря всех.